Валерий Седов Приход новой техники в УРТ увеличил рынок труда Накануне крещенских купаний Подробная инструкция, как не потерять здоровье сегодня ночью Социально-экономическое развитие Рязанской области и итоги 2022 года Обсудил на встрече с председателем Совета Федерации Валентины Матвиенко Губернатор Рязанской области Павел Малков Диалог получился позитивным Настрой позитивный С этих слов начал встреча с Валентиной Матвиенко Павел Малков Санкции если ударили по экономике региона, то только в самом начале Импортозамещение проходит успешно и удачно По словам губернатора Рязанской области С каждым предприятием работали адресно И в целом резкого спада избежать удалось Более того, где-то даже существенно прибавили Промышленность получила новый импульс И пока еще рано подводить итоги за год Они будут в феврале Но за 11 первых месяцев можно сказать Что индекс промышленного производства плюс 10,5% То есть растем очень хорошо То есть вот таких критических ситуаций на каких-то предприятиях Которые были очень зависимы от импорта Нет, то есть бизнес, предприятия справляются Находят варианты Удалось преодолеть все проблемы Есть по-прежнему предприятия, которые с трудом переживают Есть еще некоторые моменты Знаете, чаще всего это когда какие-то очень Эксклюзивные комплектующие Которые производятся, допустим, в одном месте в Европе И перекрыли поставки этих комплектующих Тогда действительно приходится чуть сложнее По словам Павла Малкова, главный вопрос для рязанской промышленности Сегодня нехватка рабочих рук Инвесторы уже разворачивают свои производства в области А вот квалифицированных кадров сегодня не хватает Для дальнейшего экономического роста нужны люди Такое впечатление, что у нас ни санкции, ни давление Как замечательно слышать такие доклады Конечно, все на самом деле внутри Вот нет предприятий, которым не было бы проблем Это мы сейчас говорим уже по итогам Ну с каждым предприятием разбирались Они очень серьезно занимались И заменой поставкам по материалам, по ресурсам И поиском новых рынков Ну и вы поддерживаете, конечно, малый и средний бизнес Да, большое количество мер поддержки На встрече с председателем Совета Федерации Губернатор Рязанской области Также обсудил региональную поддержку участников СВО И членов их семей Губернатор проинформировал, что они получают все положенные выплаты Дети пользуются льготами при поступлении в детские сады и учебные учреждения При этом за каждой семьей закреплены персональные кураторы Со стороны органов местного самоуправления Действует горячая линия Телефон поддержки и офис, куда можно обратиться по всем вопросам Что же касается самих мобилизованных из Рязанской области То, как обронил Павел Малков Служат они сегодня в самых разных точках проведения спецоперации Десятки новых троллейбусов из Санкт-Петербурга и Беларуси Уже вышли на рязанские маршруты И жители города наверняка уже оценили их удобство Вот только в самом управлении рязанского троллейбуса Из-за этого острая нехватка водителей Куда и к кому обращаться? В нашем следующем материале Снег, дождь Эдуард Шустов выходит на работу в любую погоду Он водитель автобуса Стаж приличный В одном только УРТ трудится больше трех лет Здесь расписание устоявшееся С утра водителей обследует врач Измеряет давление и уровень алкоголя в крови После к механику на предрейсовый осмотр техники А уж потом к диспетчеру за путевкой Такая работа, говорит, только в радость В конце прошлого года подвижной состав УРТ Пополнился двадцатью новыми троллейбусами Десять из них марки Адмирал Производитель ПК-транспортные системы Еще десять МАЗ-203 Т-70 Закупили в Беларуси Они, кстати, могут ездить автономно Без контактной сети До двадцати километров Благодаря правительству Рязанской области, а именно нашему губернатору Малкову Павлу Икторовичу В 2022 году было закуплено 20 новых троллейбусов Также 10 троллейбусов было получено из города Санкт-Петербург Планируется еще поступление 20 Также Рязань вошла 21 регионом В государственную программу безопасной и качественной автомобильной дороги В рамках которой планируется приобретение 47 новых автобусов большого класса Работающих на газомоторном топливе В связи с чем МУП УРТ объявляет набор водителей категории Д Зарплата от 50 тысяч рублей Также, если у кого-то нет категории Д Есть возможность обучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством Идет набор и учеников водителей троллейбусов Обучение полгода Можно, кстати, рассчитывать и на стипендию в 20 тысяч рублей После обучения всех учеников трудоустроят Техника есть Также есть необходимость в слесарях по ремонту подвижного состава Как автобусов, так и троллейбусов В различных районах города, где кому как удобно Зарплата от 35 тысяч рублей Ну и небольшая нехватка кондукторов тоже имеется Люди принимаются различного возраста С зарплатой от 25 тысяч рублей Все желающие могут обратиться в отдел кадров предприятия По телефону 95 23 81 Трудоустроят по действующему трудовому законодательству Плюс обещают полный соцпакет Валерий Седов, Дмитрий Ефимов Телекомпания, город День музейного селфи проводится в третью среду января Этот день способствует повышению осведомленности О великих коллекциях работ Рязанские музеи в этом смысле исключением не стали Всех любителей искусства ждут на всех рязанских выставках Селфи это не совсем обычное Просто делают его за столом управляющего банком позапрошлого века Здесь все аутентично И бумаги, и счеты, и даже купюры Записи же ведутся не привычной шариковой ручкой, а пером А за селфица, то есть самому сделать свою фотографию Можно в музее регионального отделения Банка России Кстати, одного из старейших в стране Посетители смогут увидеть монету средневековья Рязанского княжества Научатся отличать думки от керенок А также познакомиться, как инкассаторы 19 века перевозили ценности Первый день музейного селфи прошел еще 9 лет назад Считается, что во многих музеях фотографировать нельзя Но в этот день, 18 января, запрет снимают И даже наоборот, селфи поощряют Можно выбрать любое произведение искусства Будь то картина, скульптура или композиция Встать рядом и нажать на одну кнопку телефона Фото, естественно, хранить в библиотеке телефона не нужно Лучше выложить в соцсетях Для дня музейного селфи есть даже хэштеги Музейное селфи и культурное селфи Однако в рязанских музеях зачастую фотографироваться можно в любой день Главное спросить разрешение у сотрудников Чтобы поход в музей оставил только положительные эмоции Праздник крещения Господня или Богоявления Традиционно приходится на 19 января В этот день люди идут в храм, чтобы запастись святой водой Когда ее можно набирать, а как Донец и как она действует, расскажем далее Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дай Бог нам всем, дорогие братья и сестры Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Аминь Конечно, эта благодать действует на человека Тогда, когда сам человек с благоговением подходит к святой воде Когда он это делает с верой Когда он это делает с молитвой Часто приходится видеть, что люди, приходящие за святой водой Мало знакомы с церковной традицией Особенно те, которые участвуют в купаниях Для кого-то это развлечение Конечно, в этом случае человек вряд ли получит помощь от святой воды Крещенским купанием в Рязани все готово Сегодня с 22.00 до 2.00 ночи Два автобуса будут курсировать по маршруту Площадь Свободы, Ореховое озеро и обратно На Руси считалось, что купание в проруби на Крещение Помогает исцелить множество недугов Однако, с медицинской точки зрения У этой процедуры целый список противопоказаний Напомним об основных мерах предосторожности Сегодня ночью сотни верующих А также просто любителей зимнего купания Стянутся к прорубям, купелям, чтобы погрузиться в ледяную воду Вот только количество мест, где можно искупаться в ночь на 19 января в Рязанской области Строго ограничено На сегодняшнюю дату зарегистрировано 40 иорданий по области В том числе 3 иорданий по городу Рязани Это Ореховое озеро, Солоча, Женский монастырь И завтра с 12 часов Галенчин Возле иорданий будут дежурить инспекторы ГИМС Сотрудники аварийно-спасательной службы Поисково-спасательной службы на воде Подразделений пожарной охраны Рядом также будут врачи и полицейские Скорее всего пойдут люди, которые не подготовлены к купанию в ледяной воде Это все очень плохо сказывается Соответственно, нужно будет успеть вовремя В случае, не дай бог чего, достать человека И передать его в скорую помощь Кратковременное воздействие сверхнизких температур Помогает снять воспаление, отек, боль После соприкосновения с ледяной водой Температура тела может достичь плюс сорока Из-за чего погибнут вирусы, микробы, больные клетки Есть одно но Полезно только системное моржевание Именно оно оздоравливает организм А погружение в прорубь раз в году Станет для него сильнейшим стрессом Хочу предупредить еще любителей Также на необорудованных водоемах Бывают случаи, когда человек неподготовленный Опускается в холодную воду Соответственно, организм реагирует по-разному Получается холодовой шок у организма И человек может просто на какое-то время Просто потерять какие-то ориентации Потерять какое-то движение Еще хочу обратиться к гражданам Что в Иордане не рекомендовано ныряться Опять по тем же самым причинам, о которых я говорил Нужно заходить постепенно Чтобы организм привыкал и подготавливался В идеале люди должны закаляться не один год Но таких людей будет очень мало на крещении Поэтому рекомендация находиться не более одной минуты в прорубь То есть зашел, окунулся, вышел Все Потом обтираемся полотенцем насухо обязательно То есть мы не стоим на холоде ни в коем случае Мы сейчас заходим в теплое помещение На всех практически точках будут теплые палатки Где можно спокойно погреться, обтереться и сразу одеться Также хорошо бы с собой взять горячее питье сладкое Там чай, кофе, кто что любит И выпить после того, как уже оделись в тепло Если вы все же решили совершить ритуал Важно верно подобрать место погружения Это должна быть специально оборудованная прорубь у берега Где дежурят спасатели Рекомендую жителям пользоваться только организованными иорданиями Почему? Потому что данные водоема проверены Ростехнадзором Проверены водолазами С целью безопасности, чтобы на дне никаких не было посторонних предметов И соответственно у каждой иордани будут находиться сотрудники МЧС Спасатели, которые будут в крайнем случае оказывать какую-то помощь Хотя считается, что верующий должен крестясь троекратно погрузиться в воду с головой В МЧС советуют окунуться лишь по шею Чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга И шока от холода Кстати, для многих станет сюрпризом Что традиция крещенских купаний на самом деле Не имеет отношения к церковному уставу Об этом постоянно говорят священнослужители Поэтому традиция традицией А принуждать себя окунаться в холодную воду точно не нужно Даже если вы верующий А уж если решили, делайте это грамотно Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv И в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова